Он спасает детские жизни. Имя ведущего врача Московского областного центра материнства и детства Николая Щапова давно известно не только в Люберцах, но и за пределами столичного региона. Наш корреспондент узнал, какую помощь оказывают в отделении хирургии новорожденных. Хирург, который нас первый раз оперировал, познакомил меня с Николаем Федоровичем. Я очень благодарна ей и вам. За спасением детей к Николаю Щапову приезжают пациенты из Московской области и других городов России. У сына Валентины Пронина и Артёма при рождении отсутствовало анальное отверстие. Люберецкие детские хирурги вылечили патологию. Главное, чтобы ребёнок даже не понял, что он родился с пороком. На операционном столе двухмесячная Ника Синицына. У малышки врождённая патология, при которой почка постепенно отмирает. Ранее хирурги установили пациентки биоимпланты. Сейчас врачи Николай Щапов и Светлана Шатова проверяют эффективность первой операции. Выглядит как устье, а мы соперируем. Оказывается, что это неэффективная операция, потому что не то блокирование. Поэтому мы используем специальные кофляторы, чтобы найти это устье. Эндопросветная хирургия – это операции, во время которых инструменты вводят через естественные физиологические пути. Разрезы не делают, поэтому восстановление после таких операций проходит быстрее и легче. С приходом Николая Фёдоровича, естественно, у него достаточно хороший, большой опыт по выполнению этих операций. У него много знаний. И, скажем, чёткая цель была именно перевести все операции наши, которые мы делаем, на основу эндоскопической техники. Патологию ребёнка обнаружили ещё во время беременности Екатерины Синицыной. Операция прошла без осложнений. Малышку передают в руки матери. Хочется уже взять и согреть ребёнка. Знаниями и методикой Николай делятся с люберецкими, российскими и зарубежными коллегами. На сайте образовательной инициативы детских хирургов Московской области проводят мастер-классы. Врачи ведут онлайн-трансляцию сложных операций. Порой во время хирургического вмешательства придумывают новые методики. Ребёночек у нас уложен. Мы готовы к постановке таракаров. Если обратить внимание, от предыдущих операций у нас осталось несколько доступов. Постараемся использовать его доступы. Основное то, что для меня важно было, это, во-первых, системность работы. То есть всё-таки всякая работа должна подчиняться определённому алгоритму. В Московском областном центре охраны материнства и детства оказывают два вида помощи – экстренные операции и реконструктивные. Спасти жизнь и справить патологию, не оставляя следов, и назначить правильное лечение – всё это ювелирная работа детских хирургов. Огромное благодарность Щапову, огромное благодарность Стану Михайловне. Если бы не они, я не знаю, что с нами было бы.